Здравствуйте друзья с вами Феликс и сегодняшний ролик о том инструменте который будет нам помогать в процессе дропшиппинга. Мы его уже представляли со своим товарищем вот он если вы помните те кто видел если кто не видел вот так будет выглядеть кабинет в итоге мы пришли к тому выводу что чем меньше наворотов тем удобнее и проще будет пользоваться всем и новичкам кто только-только там знакомиться с подобной деятельностью и тем кто уже знает как все это происходит тем еще легче и так как настроена площадка вдруг в двух словах в итоге она коннектится то есть контактирует с двумя основными площадками поскольку здесь рассчитан дропшиппинг на amazon то на него можно дропшиппить с ebay а с волмарта вот он волмарт один товар выставлен и настройка сделана таким образом что через волмарт практически ну как сказать наверное с 10 15 другими смотря в какой категории данный товар через волмарт выход на еще 15 других площадок сейчас давайте вместе с вами проделаем продемонстрирую процесс размещения товара вот ну вот чтобы посмотреть допустим этот товар это так это принципе к работе отношения не имеет но вот кликаем по ссылке открывается наш выбранный товар вот этот вот товар допустим мы выставили вот он уже выставлен видите что это ну на волмарте этот продукт этот продукт на волмарте но через него то есть тот же самый продукт сейчас я вам покажу что он продается на оверстоке за ту же самую цену то есть вот таким вот образом это все устроено то есть пользователю не нет необходимости покупать допустим этот товар с оверстока контактить с этим сайтом с этой площадкой он выходит на этот же продукт через волмарт волмарт инструмент отслеживает цену вот цена 2999 плюс 295 шиппинг доставка та же самая цена на искомой площадке 2999 ну и когда здесь совершаете покупку вот это шиппинг добавляется здесь уже сразу написан здесь он добавится позже то есть цена абсолютно одинаковая нет необходимости контачить с оверсток вот это оверсток сейчас мы разместим с вами другой товар вот это типа шприца кондитерского что-то такое с волмарта но сам товар находится на вайфаер тоже знакомая многим площадка цена та же самая абсолютно но опять же нет необходимости этот товар дроп шиппить с вайфаера мы его можем дроп шиппить посредством волмарта с которым контачит вот этот вот инструмент чем еще удобен такой способ если освоить все тонкости и премудрости вот этой торговой площадке одной единственной то считайте что вы освоили там 10-15 как уже говорилось других площадок как там покупать что там делать вам не надо знать вот как устроен вот этот сайт нет необходимости только волмарт изучить нормально и все так на этот товар шиппинг 499 сразу пишется скажу сразу что когда вот здесь тоже будешь покупать уже чтобы дроп шиппить это этот шиппинг добавится они все все одинаковые вот цена в цене разницы нет и так каким образом допустим мы вот этот товар разместили на амазоне добавили туда и теперь вот хотим отслеживать его для того чтобы отслеживать данный товар кликаем по кнопке добавить вот она кликаем по этой кнопки и заполняем поля ну давайте вот так вот не обязательно полностью вот название товара можно полностью его скопировать ставить с ку это как вы назовете товар это ваше дело чтобы быстренько его найти просто таким же образом этот товар должен быть у вас назван на амазоне чтобы быстренько его найти потому что когда придет письмо с оповещением что вот у вас продался вот этот товар с ку такое то вы сюда в поиски уже введете с ку и найдете ну давайте напишем шприц шприц тире 01 то есть вот так же обзовем этот товар и на амазоне теперь цена цена на волмарте 2499 вот она цена и своя цена ну допустим ну не знаю 3499 пусть будет так здесь понятно здесь все легко и просто немножко внимание нужно уделить вот именно для заполнения вот этого поля каким образом она заполняется берется вот ссылки на данный товар вот это начало айпи и слэш вместе со слэшем копируем вставляем сюда вставить вот видите поскольку у меня было уже оно все время вам будет вот так вот выскакивать так что каждый раз вот это копировать вам не придется это раз и самое главное теперь сюда вот в эту часть если у вас ставится с нижнего выпадающего списка будьте внимательны вот это вот вот этот набор цифр это есть айди данного товара копируем и вставляем после слэша вставить все эта ссылка будет выводить нас на этот товар будет отслеживать изменение цены я позже продемонстрирую это тоже и наличие данного товара значит изменение цены и наличие товара на данной площадке без разницы если товар исчезнет с вайфаера он исчезнет и здесь и исчезнет и здесь то есть оно все цепочкой завязано после того как все это закончено все это проделано кликаем вот по этой вот красной иконке то есть внести список вводим список ожидаем ссылка успешно добавлена и идем на главную страницу включен на включенные товары вот у нас добавился этот товар он у нас на волмарте закрываем это нам уже надо все легко и просто когда вы по каким-либо причинам решили убрать этот товар с амазоны и не отслеживать его больше ну раз убрали значит вам не надо кликаем на корзинку товар убрался все теперь давайте сделаем знаете что давайте покажу как с ebay сейчас выберу со своего листинга один товар но это еще один инструмент который на испытании да так здесь они у меня парами вот здесь то что на ebay я его брал и показывает сразу цена опустилась но он не такой функциональный как данный наш инструмент а вот цена по которой я выставил ну давайте вот кликаем сюда вот этот вот товар давайте на ebay на него пойдем вот его я с дроп шипел так сказать я за ним слежу ну ножи как же без ножей 20 штук их продано и так как отслеживать вот этот товар который у нас на ebay делается так опять идем добавить добавить товар кликаем на добавить ну давайте составим ну название да как его как-нибудь его там пусть будет это можете писать на русском как вам удобнее разницы нету главное чтобы вы знали свой товар знали о чем идет речь здесь пишем ножи я сейчас не помню как у меня он на амазоне ну допустим ножи 0 1 цена от ну тут написано на walmart это без разницы здесь цену на ebay вот она 19 75 копировать кстати если вдруг здесь и на walmart я там надо было показать плюс шиппинг не учитывайте вот пишите только цену которая здесь шиппинг не добавляйте потому что отслеживается только вот эта цена она меняется шиппинг остается а эта цена меняется так вставляем цену суда ну и свою цену у меня сколько там 30 чем тогда было поставлено разницы нету ну 3075 это его сейчас не буду отслеживать вот этот товар ну пусть будет теперь копируем в первый раз опять же ну и в первый во второй всегда вот от начала и вместе со слышим вот эту часть item это единица копируем вставляем сюда вставить вот эти у меня выскакивает ebay вские то есть считывает это в первый раз будет чуть там копировать и вставлять сложно а потом походу она все будет выскакивать и номер этого изделия вот он вот он от слыша и до вопросительного знака вот эту часть скопировать шестерка не скопировалась скопировать вот так вот внимательно только копировать и вставить все запоминаем добавляем в листинг ссылка успешно добавлена идем на список и видим что у нас добавился вот этот товар набор ножей за эту цену кликом по этой этому названию вот загружается страница с этим комплектом что же происходит если цена меняется или товара нет в наличии когда товара нет наличие перед тем как снимать этот ролик значит я взял две ссылочки два предмета два товара один с ebay а другой с волмарта и внес их вот в этот список как только что вы видели эти два товара я внес в этот список что это за товар а первый это вот аукционный товар с ebay я именно выбрал такой товар он стоял на аукционе до окончания оставалось 30 с чем-то минут но естественно цена должна была поменяться потому что хоть на цент эта цена должна была поменяться потому что товар стоял на аукционе и были ставки на товар когда этот товар поменялся в цене но в живую я снять этого не мог конечно этот товар перешел вот сюда на изменена цена то есть если вдруг на какой-то из этих товаров допустим у вас здесь листинг из тысячи продуктов что-нибудь изменится цена товар уйдет вот сюда сканирование листинга происходит четыре раза в сутки этого вполне достаточно для того чтобы быть в курсе изменений четыре раза в сутки и так при очередном сканировании это было в районе 12 часов по еревану это по москве где-то 11 часов до получается во время этого сканирования вот переходим на эту вкладку вот этот товар он зафиксирован как с измененной ценой товар то сам продался но естественно сначала там цена поменялась допустим кто-то там 23 центов даже если добавил цена поменялась товар ушел в измененную цену и он здесь то есть из этого листинга если вдруг что-то изменится в цене товар переместиться вот сюда переместиться вот сюда это вот этот вот продукт это просто мы для интереса смотрим то есть он продался за 7 ставок по 1050 эти тут есть еще шиппинг его никогда не учитывайте в цене вот этого листинга не надо добавлять перед тем как изменилась цена после того как изменилась товар ушел в измененную цену дальше опять же перед тем как снимать ролик и перед очередным сканированием площадок товаров которые выставлены я взял предварительно один товар с волмарта которого не было в наличии и составил ну в листинг его вот сюда ввел после очередного сканирования этот товар ушел в нет в наличии вот на эту вкладку нет в наличии вот вот этот товар вот он на волмарте его и не было когда я составлял но для того чтобы продемонстрировать что куда уходит теперь если вдруг завтра там послезавтра появится вот этот столик то товар перейдет вот сюда вернувшиеся вот этот товар перейдет вот вернувшиеся может по другой цене может сейчас здесь пусто но его наличие будет отображаться вот здесь вот в этой вкладке допустим у вас есть какой-то товар вот этот же тот же самый товар который у вас на амазоне выставлен вы не хотите выставлен его сейчас нет в наличии вот этот же столик допустим вы выставили его нету в наличии он переместился сюда и вы не хотите или выключить по какой-то причине какой-то товар допустим вот из этого листинга взять и выключить до чтобы он пока что не отображался он переместиться вот сюда выключен а потом его можно будет включить но это вкладка как вам сказать она предусмотрена но по большому счету не столь важна да не не очень используемая на данном этапе по крайней мере и добавить это добавить если там еще какой-то товар захотите добавлять я уже самом начале показывал и так вот таким вот образом работает этот инструмент очень удобный и простой ребята и девчата очень удобный и простой функционирует как часики единственный ну не единственный а вопрос который надо решить ну мы сейчас больше ничего сюда добавлять убавлять по функционалу не будем вопрос в следующем или это будет отдаваться вам в виде пакета и уже самостоятельно может многие могут разместить это у каждого будет свой сайт грубо говоря и вот это вот ваш будет именно свой сайт на хостинг закинуть вот эти папки распечатать с инструкциями как все это проделать это один вариант второй вариант который ну как сказать тоже возможен но нежелательно но если что если будет много желающих можно сделать и так там общий какой-нибудь сайт и с этого сайта у каждого свой кабинет но это мы еще вместе с вами решим другой вопрос если у вас всего лишь 10-20 там товаров пока что это это не надо лучше за этими 10-20 товарами самим поработать чтобы в живую знать что ну какова это работа да дропшиппинг а там уже дальше цена на эту услугу будет сверх доступной скажу вот так да или там за один раз купить там по какой-то чисто символической цене если у вас уже обороты будут большие и тогда это вам будет нужно купить по небольшой цене разместить на самом хостинге и работать в полную силу ну или второй вариант опять же при большом обороте уже на какой-нибудь хороший хостинг с мощными серверами поместить сайт и у каждого свой кабинет будет это мы будем смотреть вместе с вами ну и тут что осталось копировать строка поиска допустим вам пришло письмо на почту что вот такой-то СКУ у вас продался там или вы хотите с ним что-то сделать или убрать или что-нибудь в поиск вставили кликнули нажать вот вам выдался этот товар когда здесь список будет большой тогда этот поиск нужен вот таким вот простеньким образом работает данный инструмент можно его сделать с наворотами там с сообщениями по смс на электронную почту но это будет дорого ребята и нам и вам скажу честно да но не стоит чтобы именно делать это все дорогим и недоступным многим лучше пусть будет дешево и сердито как мы все знаем и так на этом все всем удачи и пока с вами был Феликс